Молитесь, Игнатики. Благородицу Тебя величаему. Слава Твоему Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскресе измертвое Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради Пречистой Твоей Матери. Силы щаснага, Животворящего Креста, Святых Ангелов наших Хранителей, И всех ради святых. Помилуй и спаси нас, Яко благо Иси, и человека любит. Аминь. Боже, благослови. Боже, благослови. Боже, благослови, благослови. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил Господи, прости меня грешного. Помилуй меня. Боже, благослови. Боже, благослови. Боже, благослови. Сдавь, благослови. Боже, благослови. Боже, благослови. Души наши, Святой Божий, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас. Слава Существу и Святому Духу ныне и пресне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святой посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресне во веки веков. Аминь. Отче наш, и живи все на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь вам дни, и остави нам враги наши, як же и мы оставляем божником нашим. И не веди нас на искушение, но избави нас от лука Богом, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Ну сказав, то слава припадаем тебе блажь. Ангельскую песню приемки сильные. Свят, свят, святый си Божие, Богородица и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу отобрали сна в отдельные си Господи умы просветили сердцем с ним и отверзли. Воежит, петель, святая Троица. Свят, святый си Божие, Богородица и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков в амин. Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна вас став, благодарю тебя, Всесвятая Троица, Ко многерая твоя благость и долготерпение, Не прогнелся на меня ленивый и грешен, Не погубил меня со беззаконием моими, Но человек колюбствовал, если обычно, И в нечаяния лежащего возле у меня, Если во ежиутринте слабословите державу твою, И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, Отверзли мои уста, Повущайтесь со словесем твоим, И разумейте заповеди твоя, И творите волю твою, И пейте тебя во исповедании сердечным, И воспевайте всесвятое имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу, Приидите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему, Приидите, поклонимся и приподем К самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Девятый Псалон, Буду славить тебя, Господи, Между всем сердцем моим, Возвещать щитюйца твои, Буду радоваться и торжествовать о тебе, Петь имени твоим Всевышний. Когда враги мои обращены назад, То приткнутся и погибнут при лицом твоим. Ибо ты производил мой суд и мою чашбу, Ты воссел на престоле судья праведный. Ты вознегодовал на народы, Погубил нечтивого, Имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, И города ты разрушил, Погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол свой, И Он будет судить вселенную по правде, Совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, Прибежищем во времена скорби, И будет уповать на тебя, Знающее имя твое, Потому что ты не оставляешь Ищущих тебя, Господи. Пойте, Господу, живущим на сегодня, Возвещайте между народами дела Его, Ибо Он взыскивает за кровь, Помнит их, Не забывает вопли угнетенных. Помилуй меня, Господи, Возри на страдания мое От ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня От врат смерти, Чтобы я возвещал все хвалы Твои Во вратах через Сеоновой. Буду радоваться спасения Твоем. Обрушились народы в яму, Которую выкопали, В сети, которые скрыли они, Запуталась нога их. Познан был Господь по суду, Которую Он совершил, Нечтивый уловлен делами рук своих. Да обращаться нищтивый в ад Все народы, забывающие Бога, Ибо не навсегда забыт будет нищий, И надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, Да не преобладает человек, Да судятся народы перед лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, Да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, Скрываешь себя во время скорби? По гордости своей Нечтивый преследует бедного, Да уловятся они ухищрениями, Которые сами вымышляют. Ибо нечтивый хвалится похотью души своей, Корыстолюбит, ублажает себя. В надмении своим нечтивым пренебрегает Господа, Не взыщет, во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, Суды твои далеки для него, На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением. Говорит сердце своем, Не покореблюсь, В рот и рот не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, Коварства и лжи, Под языком его мучения и пагуба. Сидит в засаде за двором, В потаенных местах убивает невинного, Глаза его подсматривают за бедным, Подстерегает в потаенном месте, Как лев в лаговище, Подстерегает в засаде, Чтобы схватить бедного, Хватает бедного, Увлекая все эти свои, Сгибается, Прилегает, И бедные падают в сильные когти его, Говорит в сердце своем, Забыл Бог, Закрыл лицо свое, Не увидеть никогда. Восстань, Господи Боже мой, Вознеси руку твою, Не забудь угнетенных твоих до конца. Зачем нечтиво пренебрегает Бога, Говорят в сердце своем, Ты не взыщешь. Ты видишь, Ибо ты взираешь на обиды и притеснения, Чтобы воздать твоей рукою, Тебе предает себя бедный, Сиротет и помощник. Сокрушив мышцу нечтивому, И злому, Так, чтобы искать, И не найти его нечестие. Господь царь навеки, Навсегда, Исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, Укрепи сердце их, Открой ухо твое, Чтобы дать суть сироте угнетенному, Да не устрашает более человек на земле. На Господа уповаю, Как же вы говорите душе моей, Улетай на гору вашу, Как птица. Ибо вот нечтиво натянули лук, Стрелу свою приложили к тетиве, Чтобы в отмесь стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, Что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, Престолу на небесах, Очи его зрят на нищего, Веждо его испытывают, Сынов человеческих. Господь испытывает праведного, А нечтивого и любящего насилия, Ненавидит душа его. Дождем пролету на нечтивых горящие угли, Огонь и серу, И палящий ветер, Их долей с чаши. Ибо Господь праведен, Любит правду, Лицую увидит праведника. Спаси меня, Господи, Ибо не стало праведного, Ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждому своему ближнему, Устальстивый, Говорят от сердца притворного. Истребит Господь все устальстивые, Язык велеречивый. Тех, которые говорят, Языком нашим пересилим, Уста наши с нами, Кто нам, Господин? Ради страдания нищих И воздыхания бедных Ныне восстану, Говорит Господь. Поставлю в безопасности того, Кого уловить хотят. Слова Господни, Слова чистые, Серебро очищенное земли В горниле, Семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишься, Соблюдешь от рода сего век. Повсюду ходят нечтивые, Когда ничтожные из сынов Человеческих возвысились. Да коли, Господи, Будешь забывать меня в конец, Да коли будешь скрывать Лицо Твое от меня, Да коли мне слагать советы В душе моей, Скорбь в сердце моем В день и ночь, Да коли врагу моему Возноситься надо мною. Призри, услышь меня, Господи Боже мой, Просвети очи мои, Да не усну я сном смертно, Да не скажет враг мой, Я одолел его, Да не возрадуются гонители мои, Если я поколеблюсь. Я же уповая на милость Твою, Сердце мое возрадуется Спасение Твоем. Воспою Господу, Облагодетельствовавшему меня, И буду петь имени Господа Всевышнего. Сказал безумец сердца своем, Нет Бога. Они развратились, Совершили гнусные дела, Нет делающего добро. Господь с небес Призрел на сынов человеческих, Чтобы видеть, Есть и разумеющий, Ищущий Бога. Все уклонились, Сделались равны непотребными, Нет делающего добро, Нет ни одного. Неужели не вразумятся все, Делающие беззаконие, Съедающий народ мой, Как едят хлеб, И не призывающий Господа? Тому боятся не страха, Где нет страха, Ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, Что Господь упование его. Кто даст всего на спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, Тогда возрадуется Яков, И возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресной, Во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Господи, помилуйя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресной, Во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый И всемилостивый Бог мой И Господь Иисус Христос По Своему Глюбви Сошел на землю И воплотился, Чтобы спасти всех. И снова Спаситель, Спаси меня благодатью Твоею, Молю Тебя, Ибо если по делам спасешь меня, То ты не будешь благодатью и даром, Но более делом. Ей многие щедротов И неизлечены в милости, Ибо ты сказал, Что верующий в меня жив будет И не увидит смерти вовеки. Итак, Если вера в Тебя Спаса от отчаявшихся, То верую, Спаси меня, Ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел Доменится мне, Боже мой, Потому совершенно не найти Дело правдующих меня. Но это вера, Да будет превыше всего, Да ответит за меня, Да оправдает меня, Да и от причастникам славы Той вечной. И да не похитит меня сатана И не похвалится Слово, Что торкнет Твоей к руке оградой, Ну или хочу спаси меня, Или не хочу. Христос мой Спаситель, Поспеши скорее, Скорее, Погиб я, Ибо Ты Бог мой, Очрев Матери моей. Спалуй меня, Господи, Возлюбить Тебя Теперь так же, Как возлюбила Который тайн и грех, И чтобы снова Потрудиться для Тебя, Без лени, Усердно, Как прежде потрудился С Атами Пречающему. Особенно же, Потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, Во все дни жизни, Ныне и всегда, Веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, Постань мне хранить Мою бедную душу И несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, И не отступи от меня За невоздержание мое. Не дай возможности Злому демону Починить мне себе Пребладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную И опустившуюся руку мою, И выведи меня на путь спасения. О, Сыто, Ангел Божий, Хранитель, Покровитель Бедного души и тела, Прости мне все, Чем я скорбил Тебя Во все дни моей жизни. И если я чем согрешил Прошедшую ночь, Защити меня Настоящий день. И сохрани меня От всякого искушения Вражеского, Чтобы мне не пройдет Бога Никаким грехом. И молись за меня, Господу, Чтобы Он Утвердил мне Страхи Свои И сделал меня рабом, Достойной Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, Моя Богородица, Своими святыми Всесильными молитвами, Отгони от меня Смиренно, У несчастную раба Твоего, Уныние, Забвение, Неразумие, Нерадение, Вдалицы скверные, Лукавые, Ихульные помыслы Из окна моего сердца, И помраченного ума моего, И погаси плавимые страстей, Ибо я убог и несчастен. Избавь меня От многих пагубных воспоминаний И помыслов, И освободи меня От всяких злодеяний, Ибо Тебя благословляют все роды, И причистое Твое имя Твое славится Во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, Святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Ибо мы усердно к Вам прибегаем, Скорым помощникам, Молитвникам о душах наших. Богородица Дева, Радуйся, Обрадуна Мария, Господь с Тобою. Благословен Ты в женах, И благословен плод чрева Твоего, Яко родила Иси Христа, Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, Счастнага, Женотворящего Креста Господня, Не оставя над грешных, Уповающих на Тя. Спаси, Господи, Люди Твои, И благослови достояния Твое, Победу на сопротивные дары, И Твоя, Сохраняя Крестом, Твоим жительством. Спаси, Господи, Помилуй от самого духовного, Родителей, Сродников, Благодетеля, Митрополита Илариона, Епископа Иптихи, Вениамина, Агафангел, Диамида, Тихона, Антония, Священный Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Олиппи, Андрея, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Митрополита Тихона, И весь священнический, Иноческий чин, И высшие истинные служители, Миссионеры, К христианам, Язычникам, И ухдеям, Мусульманам и буддистам, И нам, да еще священника, Если угодно, тебе, Смири власти и воинства, Их навиди страх твой на них, И через них сотвори благое церкви твоей, Дабы издавали мудрые законы, Дали достойно жить людям, Дабы было еще уделять нуждающимся, И сохрани их от покушения на них. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Где война идет. Ну и сей, Синит, это мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, Грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, Что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить, дарованные Тобой нам таланты. И до сего пошли нам дорого помощников, наставников, советников. И в сей день сохрани нас от всякого рода зла и греха, От непосильных искушений. Спаси и сохрани, защити жилища наше и селения от пожара, От воров, от нечистой силы. И живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, Обрати Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Сейчас до их. Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифкину. Побуди всех на пропасть Евангелия. Благослови нас, Владыка, Чтобы жили в мире и согласии по слову Твоему. Расни с сердца, благослови Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Ездру, Русика, Емура, обрати, наставь. Возри на угрозы, Пакости, творимые врагами. Умягчи их сердце и примири с нами. И в судный день не помени их безумия. Мы видим это, как ты смиряешь. Слава тебе! Благослови благодетелей наших, Воздаем добром всей жизни и будущей. Елену, Людмилу, Обратите Евгения, Наталью, 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 Юрию, Всем помогающим нам в деле благовестия. И найди отступников. Возврати их на путь спасения. Михаила, Николая, Александра, Юрия, Благослови Максима. И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Посети болящих, и дай силу перенести страдания. И пошли мы в исцеление. Валерия, Иллариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Анну, Анну, Валентину, Валентину, Татьяну, Татьяну, Янину, Янину, Мария, Александру, Надежду. Благодарю тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни, и по твоему благоволению все это может оказаться на пользу человеку. Путешествующих, Раису, Льва, Виктора, благослови и возврати к жилищам их, если угодно тебе. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! И это наше сокровище в интернете. Сохрани и благослови помогающих нам там быть. Восположи их сердца к нашему труду. Благослови трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Вячеслава, Содружества Его. Благослови Александра, Александра, Сергея, Сергея. Упокою, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших и же с верой и надеждой на воскресение жизнь вечно отошедшая от жизни сей. Ибо нет человека, который живя на земле и согревший, родителей, сродников, благодетелей, у всех православных христиан. Благослови палящего Виктора, обрати его к себе. От романа из него изгони духа лжи. Благослови Виталия, Никиту, даруй духовное рождение и желание трудиться в поте лица. Аллилуйя! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонид, Леонтия. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы и валлилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволения. Благодарю Тебя, Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны церкви. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Воздай, Господи, благодеяниями Твоими, помогавших нам в путешествии благовестия. Николая, Виктора, Павла, Зинаидов, Владимира, Дмитрия, Сергея, Людмилу Надежду. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебе, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покинясь в смертный час, когда душа будет разрушаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и введи ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не забидовать, и быть во всем экономным. И каждому дару и жилье, и Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола Мердекийский, чудотворец, моли Бога о нас, молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Иересей, Илья, Иересей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езране, Эмя, Амос, Наум, Иса, Иеремия, Варух, Изеки, Иль, Оси и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Аднафан, Данил, Отрехи, Пророк, Михея, Авраам, Исаак, Иаков, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь свою, дыбы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными и добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, Херувимы, Серафимы, все небесные силы, престолы Божию, предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарут Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп, Свинский, Устин, Философ, Племент Римский, Племент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Иосиф Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста. Даруй веру Вениамину, Анфиму и устарше родителей за такое вложенное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы и Василия Великий, Григория Богослов, Ян Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий и Ио, Сергий Радонский, Степан Кернский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий Николай, Макарий, Алтайский Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замастерите коп разрушь и развей и в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла, первомущенница, Патина, Самаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна Устина, Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам и сохрани их от всяческого поругания и украти непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Светланы, Людмилы и Анны и прими, Господи, наши молитвы возьяния рук как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, Божий всемогущий Создатель, прими, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий Сына Твоего Единородного, Господа и Бога нашего, Спасителя Иисуса Христа и пролитой им крови причистой, прими нашу молитву и воздыхание наше и исполни ее о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Иисус, Господи, Продолжение следует... 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 О, Господи, народ себе сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Каждый раз не могла себе называть, из какой папки взято название. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Царство, Небес, Рай». Том 3. Вопрос 1033. «Вы хотите разрешиться и быть со Христом? А не боитесь ли попасть в ад?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Апостол Павел, мне мечта, и он мог с уверенностью говорить об этом». Послание филиппийцам 1.23. Сергей, остановись. Написано «Апостол Павел, не мне мечта, а ты чувствуешь не мечта мне. Местами перекинул смысл другой совсем». «Виноват». «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Апостол Павел, не мне мечта, и он мог с уверенностью говорить об этом». Послание филиппийцам 1.23. «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». 2 Тимофеев 4.6.8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья в день Оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Я этих слов сказать не могу без душевного трепета, ибо одно суд человеческий, а другое суд Божий, как говорили святые мужи. Хотя иногда после причастия святых тайн, и когда бывает особенно тяжко от предательства и безумия, которое творится вокруг, то бывает, что и воздохнешь этими словами. В этих словах нет твердого сектантского утверждения, но есть только наличие желания, стремления к этому. Книга «Открытым оком». Тема «Царство небес. Рай». Вопрос 1081, том 3. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 29 по 30 стихи. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие». Получается, что не плачущие получают награду больше, чем плачущие, а должно быть наоборот, потому что написано «блаженны плачущие», отвечает Игнать Тихонович Лапкин. «Здесь говорится о том, что всё в мире временное, и ни к чему не нужно привязываться, о чём-то жалеть, скорбеть, о потере». Есть люди, у которых практически ничего нет, ни семьи, ни близких людей, ни имущества. Они заранее сами лишили себя всего, и поэтому никакие притрубации в мире их не волнуют. Для нищего падение курса доллара или дефолт, что значит? Поэтому нужно подражать тем, которые не печалятся ни о чём. Они даются, как образец, и ублажаются не просто плачущие, но плачущие о грехах своих и о отступничестве всего мира, что огорчаем столь любящего Бога. Блаженны плачущие о том, что всё, что все, наверное, ещё не достигли совершенства и многих добродетелей, что всё ещё не смирили свою плоть со страстями и похотями. Праведники плачут за проявление своего гнева. Крепкий богатырь монах Афродисий ударил за упрямившегося лошака, а тот и копыта отбросил. И он тридцать лет плакал так, что мешал братьям забыться в коротком сне. Мария, племянница Авраамия, такими воплями оглашала окрестности, что в житии её сказано, что наше покаяние по сравнению с её покаянием есть только те. Апостол Павел скорбел и плакал о каждом отступнике. Книга Деяний, 20 глава, 19 стих. Работая Господу со всяким смиренно мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по зла умышлениям иудеев. 2 Коринфянам, 2 глава, 4 стих. От великой скорби и стеснённого сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Филиппийцам послание апостола Павла, 3 глава, 18 стих. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова. Слёзы – это есть та роса и тот дождь, который даёт рост евангельскому семени. Это слёзы любви. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 35-36 стих. И Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. Слово «слёзы» встречается в Библии 55 раз. Вся эта статистика всегда даётся по полной синодальной Библии с неканоническими книгами. Слово «плачь» встречается 194 раза. И слово «плакать» 169. Итого, 398 раз, не учитывая слов «рыдать», «почитать» и других слов, говорящих об истечении влаги из глаз. И всегда в Библии Бог учитывает эти слёзы. Псалом 55, 9. «У тебя исчислены мои скитания. Положи слёзы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей?» Просите у Бога слёз. Это особый дар есть святые, которые так и остались в истории известными, как великие плакальщики. Феофил плачливый, которому ангел показал сосуд с его слезами. Слёзы ценили даже тираны. Вспомните фильм «Камагридеши, как нейрон выдавливает слезу в специальный сосуд, приговаривая». Это за Петроне. Пророки, показывая скорбь, приписывают слёзы даже горам и неодушевлённым предметам. Бог не стыдится приписывать слёзы даже себе, когда говорит о скорби. «Когда говорит о скорби о падшем Израиле». Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стих. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём». Книга «Открытым оком». Тема «Царство, Небес, Рай», том 3, вопрос 1110. «Христианин исполняет все правила, посещает богослужения, пребывает в молитве. Когда же нужно помочь ближнему, то у него находится оправдание, и там его нет. «Возможно ли для него спасение?» Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. «Если он не больной, не лежачий, то почему он не идёт?» «Позаглаза сказать не могу. В моей жизни встречались такие люди, трудные на подъём, но это было за ними только до встречи со мной. Я их всё равно постараюсь поднять». Послание Иакова, 2 глава, 14, 17, 20, 22, 26 стихи. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? Ибо как тело без духа мёртвое, так и вера без дел мертва». 1 Коринфянам, 9 глава, 24 по 27 стихи. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Итак, бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего». «Так, Сергей, остановись. Смотри. Итак, это просто увещевает. А так означает повеление. Ты одну букву добавил, китак. Он говорит, не просто бегите, а так бегите, чтобы получить». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 24 по 27 стихи. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, а бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». «Жизнь таких людей скучная, затхлая. Им нужно попасть в свежую струю проповеди Ярлопейских и прочесть книгу «Тайны святых» обязательно». «Тайны святых» Книга «Открытым оком», тема «Царство, небес, рай», том 4, вопрос 1311. «На суде Божьем каждому будет по делам его. За все спросится. «Ответьте, пожалуйста, вы имеете веру, надежду спасти душу свою». «И попутно изъясните». Евангелие от Матфея 16, 25. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». «Довериться Богу, значит ли это слушать свой внутренний голос?» Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Послание к римлянам, 5 глава, 5 стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши духом святым данным нам». Филиппийцам, 3 глава, 12 стих. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус? Я надеюсь на милость Христову, но я не могу с такой же уверенностью сказать, как апостол Павел». 2 Тимофея 4, 8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Или как Простопопа Вакум, который говорил родным, не хотевшим стягать его затяжки, как ему казалось, грех. «Если не будете наказывать меня, то не будете со мной в Царстве Небесном». Относительно своей участи он немало не сомневался. «Я человек страстный, увлекающийся, очень люблю эту жизнь, иногда действую в азарте, особенно в борьбе с врагами. Но я жил легко, искренне любил кающихся врагов, никогда не терял надежды на милость Божию и никогда не отчаивался». «Я жил переполненный радостью, благодарностью Богу и думаю, зачем Ему меня казнить, когда я Его люблю. Люблю искренно, самоотверженно, люблю Слово Его беспредельно. Вера моя не имеет границ, я с любовью взираю на Иисуса, распятого за мои грехи. Мне очень близка биография пророка Давида и раба Божия Моисея, что все в миниатюре отразилось на мне, что я и выразил в стихах. Мой бег, мои убежища с Давидом, за мною доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мёд акриды, а штаб-квартирой избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду, я отошёл, не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда, мой труд следы, читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Слатоустом путь житийный пройдет, с той стороны земли на всё гляжу. 28 мая 2002 год, Игнатий Лапкин. Внутренний голос далеко не всегда является голосом Божьим, и поэтому доверяться ему нужно очень осторожно. Прок Иеремия, 17 глава, 9 стих. Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Слушать голос Божий означает верить всему написанному в Библии, ибо Библия есть Слово Божие, Его голос. Книга притчей, 20 глава, 5 стих. Помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Книга открытым оком, тема царства небес, «Рай». Вопрос 2009, том 8. Христос, царство небесное, уподоблял ли иночеству, удалению из мира и молчальничеству? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Евангелие от Матфея, 13 глава, 31 стих. «Царство небесное, подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем». Евангелие от Матфея, 13 глава, 33 стих. «Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. «Еще подобно царство небесное, сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то». Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 стих. «Еще подобно царство небесное, купцу, ищущему хороших жемчужин». Матфея, 13 глава, 47 стих. «Еще подобно царство небесное, неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода». Евангелие от Матфея, 13 глава, 52 стих. «Он же сказал им, «Поэтому всякий книжник, наученный царству небесном, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Евангелие от Матфея, 28-23. «Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Евангелие от Матфея, 20 глава, 1 стих. «Ибо царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рамотно поутру, нанять работников виноградник свой». Евангелие от Матфея, 22 глава, 2 стих. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 1 стих. «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». Другие евангелисты еще четырежды повторяют эти притчи, но все они говорят одно и то же, что человек должен уверовать во Христа и нести благую весть, сеять, умножать, износить из сердца старое и новое. «Ибо вера от слышания Слова Божия, а не от мощей, не от иночества, не от монастырей, не от икон и прочих чудес, от слышания». Римлянам, 10 глава, 17 стих. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Римлянам, 8, 10. «Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть Слово веры, которое проповедуем, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». «Только согласно этих мест Писания все иночество в продолжении двух тысяч лет, загонявшее людей в молчальничество и под землю, в леса и в горы, морившее доверившихся ему тяжкими временами и неудобоносимыми, только за нарушение этих слов уже безответным предстанет предвечным судьей». Конечно, если верить, что Христос не изменит своих слов, написанных в Библии, но послание к евреям 13, 8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Пророк Исайя, 45 глава, 23 стих. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено». Если бы Христа на земле никогда не было и не было Евангелия, тогда можно было бы составить новые притчи и написать «Царство небесное, подобно откалиброванной и дезинфицированной пшеницы, которую собрали в крепкую житницу некие подобные ангелам люди, но ангелы эти всегда в черном одеянии, плотно закрывшие эту пшеницу в житницу, не сеявшие ее и не давшие плода». И еще «Царство небесное, подобно чемпионам, которые умеют лазить по скалам, жить в подземельях, панически бояться женщин, объявившие молчание высшей формой общения между людьми». И еще «Царство небесное, подобно скупым хозяевам, которые зарывают в землю все, что у них есть, жемчужину и зерно, которые поставили себе задачу добровольно запечатать уши и не слышать вопля погибающих, не идти к ним и не указывать путь спасения, кто отказался от сна, от еды, от питья, от жилища, отдал себя на мучения добровольные и на съедение комарам и другим насекомым и гадам, кто не моется в бане, кто не лечится у врачей, кто бежит из семьи, от жены, от невесты, от мужа, от детей, от родителей, бросая их на произвол судьбы». И еще «Царство небесное, подобно не любящим Библию, но любящим сны и видения, виденные в легком сне, кто ищет благоухание от мощей, от видений и предсказаний и очень искусно умеет выискивать в словах и речах других людей еретическое, и за это предавать их анафеме, кто провозглашает иночество, монашество, высшая форма спасения и угождения Богу». «Житие Саввы Серпского» от памяти его 12 января. «Ватопед»… «Сергей, всегда говори, кавычки открыты-закрыты, это копия, чтобы маленько пробить голову-то забитые». «Копия, вот «Жития» сейчас пошла копия или впереди копия?» «Нет». «Вот как ты видишь, где стоит двоиточка, кавычки, там и говорили, не надо ничего перебивать. Дальше, 12 января, дальше кавычки открыты, то есть это копия. Я не своими словами передаю». «Ну, понятно. А вот эти вот кавычки-то, вот это же ваши же слова, почему здесь кавычки-то? А это вот, вот это вот…» «Ни к чему они там были». «Да, ошибка». «Так были, я не знаю даже, потому что после корректоров я никогда не смотрел. Они тоже так вот, то выбрасывали, то что-то». «Понятно». «Виноват, не смотрел». «Житие Саввы Серпского» «Память, 12 января», кавычки открываются. «В от обеду стремились даже из самых глухих, недоступных стремнений пещер, никогда не выходившие из своих убежищ подвижники, молчальники, желая насладиться чудным и необычайным зрелищем, пришествия на них, пришествия на них в гору, подвизаться вместе с ними этих двух царственных иноков». Старец Симеон, ослабленный болезнями, желая, однако, слышать церковную службу, пристроил со стороны алтаря главного храма Благовещения келью с окном в алтарь и через все окно видел и слушал ежедневно церковное богослужение, кавычки закрыты. Симеон Юродивый, память 21 июля, кавычки открыты. Потом обратился Иоанн к Симеону, «Что теперь будем делать, брат? Куда пойдем?» кавычки закрыты. Симеон отвечал, «Пойдем направо, потому что все, что правое, то хорошо». Немного времени спустя враг наших душ, дьявол, нестерпев богоугодного жития рабов Христовых, начал войну против них, Иоанну влагая воспоминания о жене и отце, Симеону, любовь к матери. Они же, когда видели друг друга печальными, тотчас говорили друг другу, «Встань, брат, помолимся вместе владыки нашему Иисусу Христу, да сохранит нас от вражеских козней молитвами святого старца нашего Никона». И когда молились они, скоро приходила к ним помощь Божия, отражающая от них вражеские наветы. Из этого видения понял Иоанн, что умерла жена его, и вместе с матерью Симеона поселилась в месте праведных и сильно возрадовался. С этого времени оба стали беспечальны и пробыли в пустыне живо вместе, претерпевая всякое злосладание, двадцать девять лет, мужественно борясь с невыдимыми врагами и по Божьей благодати побеждая их и прогоняя. Кавычки закрыты. Не проходимец я, хотя уже прошел назначенное, истощил ресурс. Уже не все проварит мой котел в изысканном язык, поймет ли вкус. Шагал и плыл и прыгал, как блоха, когда на пятки власти наступали. Из океана черпалось уха, в горах не раз постелью были скалы. Прошел, как смог, помог мне в этом Бог. Без крестного знамения не ложился, старался всюду получить урок, не мухлевал, вытягивая жилы. Хотя не портит вроде борозды конь старый, но, конечно же, не кляча. Не раз тонул, недавно вновь простыл, и обо мне, как слышал, тюрьмы плачут. От прошлого и рад бы отрекаться, в чем поползнулся ко греху не раз, но слышал. Не отчаивайся, кайся, тушил слезой болезненную страсть. Велик тот день, благословен да будет, когда услышал слово о Христе, в сияющие праздники, в сияющие праздники, в сияющие насыщенность, в молитве и посте. Благословен тот дом на берегу, где плоть и дух в согласии склонились. А что была за жизнь, не пожелай врагу, козлины, шатания по горам и дикость, непроходимец, странник, пилигрим, доверия к себе не мог я вызвать, но в том чужой вошел, из Библии сидим и вместо робы получаю ризы. Благословенные длани у Христа он вынес, выхватил из ужаса воронки. На берегу морском не сосчитать песка, так милости его, что начитал на пленке. 24 сентября 2003 год Игнатий Лапкин. Пусть это Дмитрий Смирнов или Косов напишет такое. Или Андрей Косов Аккуратно. Сергей, когда считаешь не небес, а царство небес, но е, там сокращение не поместилось. Папка называется царство небес, но е. Книга открытым оком, тема царство небесное, рай. Том 8, вопрос 2036. Чем можно объяснить стремление обрести спасение только в монастыре? Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Незнанием Слова Божия и неверием Богу его силе спасти в миру, как он и учил. Ивангелие от Иоанна 17 глав 15 стих. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Ивангелие от Матфея 22 глава 29 стих. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писания ни силы Божией. И дойти до этой мысли совсем уж не трудно. Но вот так привыкли друг другу услощать путь, так удобно жить в тишине и в мире небожьем. Господь мой осудил эту соглашательскую позицию типиконщиков и любвистов. Мой Бог повелевает искать славу от Него, угождая только Ему по Слову Его. Его слова так и горят над нами. Евангелие Таана 5.44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищите? Житие святого Аполлинария 5 января кавычки открываются. Имя сей последней было Аполлинария. Когда она достигла совершеннолетия, родители ее стали помышлять о том, как бы выдать ее замуж. Но она отказывалась от этого и говорила им, я хочу уйти в монастырь, слушать там божественное писание и видеть чин монастырской жизни. Кавычки закрыты. Житие святого Петра Чудотворца 3 мая память его кавычки открываются. Когда родители преподобного приняли иноческое звание, а вскоре за ним постриглись в монашество, и два брата его Павел и Дионис, то и он, подражая им, желая проводить одинаковую с ними жизнь, также принял иночество вместе с братом своим Платоном. После сего преподобный Петр, уходя от усиленных просьб принять епископство, пришел к брату своему Павлу в Каринф и наложил на себя обет молчания. Но пробыл в нем один только год, не доведший своего подвига до конца, так как пришли к Павлу в Каринф из далекой страны знатные люди и владельцы кораблей и просили его поставить им во епископ и брата его, по причине того, что епископ их скончался. И по кончине своей он совершал чудеса, источая из гроба своего благоухания, изгоняя бесов и исцеляя всякие болезни, а также вразумляя тех, кто искал этого угроба его. Кавычки закрыты. Пахомий великий. Память 15 мая. Кавычки открываются. Однажды, когда Пахомий собирал тростник для своего рукоделия, где ангел Господень явился и сказал, «Пахомий, Пахомий, Пахомий, воля Божия, чтобы ты служил роду человеческому и воссоединял людей с Богом». Когда ангел Господень удалился, Пахомий остался и смотрел след его, говоря, «Это дело Господня». Собрав немного тростника, он пошел в свое обиталище». кавычки закрыт. Иероним Стридонский, память 15 июня, кавычки открытые. Во время этого путешествия Иероним по его собственному выражению, кавычки открытые, на полуварварских берегах Рейна впервые почувствовал желание служить Богу, кавычки закрытые, то есть в нем начало пробуждаться стремление к монашеству с его обетами девства и бедности. Кавычки закрытые. Ефимий Новый, память 15 октября, кавычки открываются, нашел ему спутник Инок Феастифрикт, так же как и он жаждавший высших подвигов иночества. Путь с Олимпа на Афон проходил мимо Некомедии. Прибыв в Некомедию, Ефимий был утешен радостным известием, что живы все пресны его, никогда оставлены им в учем доме. Желая облегчить их скорбь по разлуке с ним, он послал им святой крест и наказал посланному передать им, что уже нет более у них родственника Никиты, а есть инок Ефимий, который советует и им последовать его примеру. Плакали сначала родственницы, получив от него такое известие, но так как велика была любовь их к нему, то они впоследствии укрепленные помощью свыше решились и сами последовать примеру Ефимия, кроме дочери преподобного, которая все время вышла замуж, все они сделались инокинями. Агапит, исповедник, память 18 февраля, цитата, император хотел наградить святого, но преподобный не стал просить никакой другой награды, как только того, чтобы ему позволено было оставить военную службу и возвратиться к возлюбленной им иноческой жизни. Император оказал ему в этом содействие и он, оставив воинское звание, возвратился в ту же обитель, где подвязался и раньше. Конец цитаты. Георгий епископ Амастский, наверное, да? Да, Амастийский, это город такой. Георгий епископ Амастийский, да? Да. Память 21 февраля, цитата, когда он достиг отроческих лет, то стало приходить в исполнение предсказания о нем. Небо он оказывал блестящие успехи в светских и духовных науках. И родители, видя это, прославляли Бога. Пришедший в совершенный возраст и окончив образование, преподобный Георгий оставил свое отечество и удалился в Серекийские горы. Здесь он встретил одного благочестивого старца, принял от него иноческое пострижение и под его руководством стал проходить иноческую жизнь. После кончины старца преподобный ушел в Ванису и предался здесь суровым подвигам постнической жизни. Конец цитаты. Зевин память 23 февраля. Цитата. Преподобный Зевин подвязался на одной горе, устроил себе на ней жилище. Он всю жизнь свою до глубокой старости провел в иноческих подвигах на одном и том же месте. Преподобный Палехроний был учеником святого Зевина и подобно воску сохраняющему на себе отражение прикоснувшегося к нему пальца в жизни своей был полным отображением добродетели своего учителя. Верик же преподобный не пожелал на себя наложить, так как не имея на то примера в жизни своего учителя опасался ввести кого-либо в соблазн. А вместо Верик он носил на плечах своих вырванный им из земли корень большого дуба, который был так тяжел, что его нельзя было сдвинуть с места двумя руками и этим оттягощал свое тело. Преподобный Моисей и Дамиан были учениками святого полихрония. Преподобный Моисей подвязался вместе с своим учителем и, переняв от него его добродетели, жил во всем подражая ему. Преподобный же Дамиан удалился в одну обитель по имени Иера и нашедший там пустую келью стал жить в ней, подражая жизни своего учителя. В жилище его не было ничего другого, кроме небольшой коробочки с малым количеством чечевицы, которую он и питался. Такую великую пользу получились и преподобные сожительства со святым полихрониям и в благочестии окончили жизнь свою. Макарий Калязинский память 17 марта Цитата До пострижения в монашество Макарий носил имя Матфея. На седьмом году родители отдали его в обучение грамоте. Юному Матфею она далась скоро и он скоро пристрастился к чтению. Читая божественные книги он вникал в их содержание и принимал к сердцу прочитанное. Проводя в супружестве благочестивую и чистую жизнь он заключил с женой условие что тот из них кто переживет другого не останется в миру не вступит во второй брак а примет монашество. через год после женитьбы Матфея умерли его родители а потом еще через два года по воле Божией скончалась его супруга Елена. Теперь Матфей ничего другого не желал как исполнить давнее свое намерение покинуть мир и принять иноческое пострижение. Ничто не мешало ему теперь осуществить свое желание. Немедленно он по заповеди Христовой роздал свое имущество нищим ушел в ближний монастырь и постригся в иночество с именем Макария. Конец цитат. Житие Симеона Юродивого память 21 июля цитата Послушай меня отвечал Симеон Я хочу чтобы мы как вышли из мира так и отсюда уйдем на еще более безмолвное пустынное житие ибо с тех пор как облег нас честной игумен во святой сей образ разгорелось мое сердце от некоторого чудесного желания и душа моя никого не хочет видеть ни говорить ни слышать чей-нибудь голос но желает оставаться в полнейшем от всех удалений и в глубоком молчании Симеон ответший игумена отдельно сказал ему молю тебя отче ради господа помолись усердно за брата моего Иоанна да изгладится из ума его память о жене чтобы вследствие вражеского искушения не оставил меня и я истаю от сожаления от разлуки с ним помолись я об отце родившем его да утешит его господь чтобы он не печалился об оставившем его сыне также Иоанн ответший старца в сторону умолял Бога ради отче не забудь святых твоих молитвах брата моего Симеона да не удалиться от меня к матери увлекаемой любовью к ней иначе пристань послужит нам местом потопления удивился старец таковой между ними любви и обещав молиться за них благословил их отражая крестным знамением и отпустил с мира конец цитаты я удивляюсь своему народу которому увы принадлежу он на спиртное заменяет воду и в спорах не к Христу бежит к ножу чего они пережили за столетия хотя и христианская страна строй крепостной царей убийства плети и квартирантка близкая война умею же работать на земле каких канав нарыло кулачье проели недра и стоит скелет воруют потому что все ничье когда фамилиями кто-то награждал в управах в сельсовет в сельсоветах с палатами ума пришедший содрогался с нетерпением ждал дрожали под дождем а может шла зима и сколько же фантазий искрометных разнообразия по именам родных по специальности от шапки до подметки хватались с неба тыкали в земных братались со скотом зверьем и птицей от прозвищ до ругательств подмели от насекомых крылышки крупицы подметили больной здоров велик про правнуки кто смертен кто погиблов а этот сукин сын и блудов граф плевака зацелует злобен милый тупицын стал судьей он тоже прав куда не глянь бьются родники куда не глянешь бьются родники таланты появляются и ныне всем протопоповым молиться не с руки про свиркиным вещать про свиркиным вещать о божьем сыне до полуобморока можешь удивляться талантливым бездарностям в отвале не перекрестишься в наручниках запястья забыли библию еду пекут на человечьем кали 25 сентября 2003 год Игнатий Лапкин Спаси Христос за внимание Благодарю Отошел С Богом С Богом Спаси Христос С Богом Хоть два человека до осталось С Богом С Богом Спаси Христос С Богом С Богом С Богом С Богом С Богом С Богом